Добро пожаловать в девятую серию второго сезона, в котором Ваня пытается устроить похождения хоть где-то, хоть какие-то. Кстати, третья попытка записать девятую серию, потому что что-то мне то ли с настроением не везёт, то ли ещё что-то плохое. Так что если я буду заговариваться или просто неинтересен, не обессудьте. Но я постараюсь, вы же знаете. Я же способный малый. Я ограбил нас на кучу резины, но правда принёс своей. И вообще пойдём покажу, что я такого натворил. Эм, это база. О, кстати, пока я на этой базе, а не сделать ли мне... Где-то тут была пшеничная ферма. Даже не одна. Я не знаю, что они такое делают с пшеницей. Есть, 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 есть пшеница. Пожалуйста, много. О, да, пшеница есть. Сейчас мы её будем использовать по назначению. Вы знаете, какое назначение у пшеницы? Самое главное и самое правильное. Ни за что не догадаетесь. Так, это всё мне не надо. Редстон, какие-то тяпки. Тяпка с фортуной. Фу, 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 фу. Пшеница. Вот что нужно прогрессивному человечеству. Набираем полные карманы пшеницы. Ну, тут, кстати, ещё и семечки есть. То есть мне не нужно растить тыквенную ферму. И вперёд в наши порталы. Где-то я совершенно случайно нашёл... Я нашёл мирок, который называется Бесконечная пустыня. И, по-моему, я бежал куда-то туда, кажется. Сюда? Эй, мир, прогружайся уже давай. А нет, можно прямо вот сюда, да. Это деревня. И тут есть мужики, которые покупают пшеницу. За изумруды. Правда, их довольно сложно найти. Но, какие проблемы. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Больше всего они, конечно, любят шерсть. Мясо. Ну, мясо, мясо. Где же я вам столько мяса добуду? Этот книжки, по-моему, хочет нету. Он торгует книжными полками. Кстати, а там... Не, ну... Тот, который хочет книжки... Он, конечно, книжки по более плохой цене хочет, нежели можно покупать у этого книжные полки, разломывать их и продавать тому, который хочет книжки. Мужик, я помню, кто-то из вас хотел пшеницу. О, вот он, красавец. Давай, 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 давай. Нам нужны изумрудики. Правда, самое противное, это то, что после того, как ты его вот так вот помучил, продажи ему пшеницы, и продал ему полные карманы пшеницы, он перестает хотеть пшеницу. Гад такой, нехороший. Видимо, объелся или унести не может. Но изумрудов у них бесконечное количество. Да. Ну, я одного такого уже нашел. Правда, все изумруды, которые он мне дал, я потратил. Сейчас придем ко мне и покажу, что я с ними сделал. Ну-ка, давайте, отсортируйте меня. Я хочу, чтобы мне было удобно продавать мужикам пшеницу. Правда, это последний. По-моему, здесь больше такого мужика нету, и придется довольно долго ждать, прежде чем кто-нибудь из них захочет еще пшеницы. Ну, что делать? Ух ты, второй стек пошел. И цены у них, цены у них, конечно, кусаются. Давайте, ребята. Последний из родик. И я доволен. Мы выходим из интерфейса с ним. О, и он хочет... И он продолжает покупать пшеницу. Угу. Сказал хитрый Ваня. Сейчас я скажу, сейчас я продам все запасы здешней пшеницы. Итак, контрольный момент. Он вообще куда-то убежал. Нет, по-моему, продолжает хотеть пшеницу. Ой, что это их-то глючит, а? У него закрутилось какой-то баф, но ему можно продать еще немножко. Не то, чтобы это совсем легкий способ превращать пшеницу в изумруда, но, знаете, другого я не знаю. Эй, чего вас тут столько набилось? Чего вы тут забыли? Больше ничего интересного тут нету. Хороший, кстати, деревень котат будет запомнить. Вернуть запасы пшеницы на базу. Ну, как я помню, из нее тут делаются биобензин. Вот тот вот зеленый. Но его столько, что я думаю, что эта ферма переживет такое издевательство. Так, и что? И все. Забрать свои запасы изумрудов и пойти домой. Начать рассказывать. Раз, два, три. О, у меня тут был еще редстончик. И резинка. О, за резиной я, собственно, сюда и приходил. Ну, до того момента, как начал думать о том, где бы мне взять, где бы мне взять, как следует побольше пшеницы. На самом деле, мне нужны были изумруды. Так, ну ладно, все. Это мы оставим ребятам. Тем более, что эта резина была сделана из их резинового дерева. Ну, правда, я продолжаю делать резину из резинового дерева. Кстати, добро пожаловать ко мне домой. У меня теперь пол. с запененной пеной. Это резиновое дерево. А это центрифуга, в которую я это резиновое дерево запихиваю. У меня опять кончаются эти дурацкие баночки. Но, знаете, я нашел способ, которым эти баночки можно возвращать. Эх, они здесь валяются, да? Сюда идет дерево. И резина. Эти баночки можно возвращать очень просто. Сейчас покажу, если найду резиновое дерево, которое я перетирал в этой центрифуге. Ну, не перетирал, не знаю. Крутил. Так, здесь все, здесь все завершено. Эти банки можно класть в мое хранилище всяких разных банок. И жертенькие баночки. Децелы. Из которых я надел Тецелых, но просто, чтобы хранить поменьше. Так. Что-то не то. Происходит с ураном. Это перетертая урановая руда. Так вот. Баночки можно, которые используются как топливо, набирать в канистры. А канистры, например, сжигать вот в этих вот моторчиках. Таким образом, мне возвращают потраченные баночки. Вам клево. Та же самая история с вот этим вот топливом, которое абсолютно жуткое. Которое МЕ. Где? Где его? МЕ. 60 тысяч и Ю в каждой ячейке. Им можно запихивать. Можно не просто. их тут жарить на этих банках. Можно их запихивать в канистры. Тебе вернут банки. Вот. Это мод грек тех делает. Ну, если кто-то совершенно случайно не знает. И я теперь великий обладатель кучи изумрудов. У меня есть куда потратить изумруды, поверите. Так. Ну что, еще этот моторчик. Да, наверное, этот. Потому что здесь я делаю рамки для будущих пчел. К сожалению, к сожалению, прямо сейчас пчел я запустить не смогу. О, а можно вернуть этот. Ну, сейчас вот эта штука доделается. Можно будет вернуть этот моторчик. Все. Он доделал свое дело. Пусть он делает. Дай-ка он сначала поработает соковыжималкой, а потом будет работать всем остальным. Так, стоп. У меня есть еще одна пустая канистра, которая идет сюда. О, как. Клево. Чего же уран-то не перекручивается? Чего ему не нравится? Давайте попробуем его перекрутить вот здесь. Вдруг он захочет перекручиваться здесь. О, хочет. Из урана получаются вот эти урановые. Урановые, кстати, которые стекаются. Что прикольно. То есть, можно держать постеканные урановые ячейки. и плутониумовые плутониумовые и туриумовые ячейки. Куда девать урановые, я знаю. Так, ну ладно, это живет здесь. А куда девать все остальное? Ну, тоже разбилось. Ну, что, раз здесь свободно теперь, раз тут не хотел крутиться урановый, ух ты, а у меня везде свободно. Что бы такое покрутить в этих центрифугах? Наверное, все-таки резиновое дерево уж очень мне нравится. А потом вот эти вот СЦЛы можно отдать Маргинолинису. Отдай-ка я покручу в обоих уран. Не. Плохо. Хотя нет, покручу и навсегда забуду о том, что его нужно крутить. Вот. Отдам их Маргинолинису в обмен на что-нибудь более ценное. Кстати, по-моему, мне по 25. Не хочет крутиться в этой штуке урановая ячейки, урановая пыль. Она хочет крутиться только в той центрифуге. Я не знаю, почему. А в этой центрифуге она хочет крутиться. Да. Это проклятая центрифуга. Давайте посмотрим, что у меня тут есть. Ну, я, наверное, продолжу вот эти вот биофоил целс делать. О, ура! Иначе восстанавливаться запас адванс-талоев. Дело в том, что глупый Ваня потратил все свои запасы адванс-талоев, да еще и в долг взял, чтобы наделать себе вот этих солнечных панелей. Эй, солнечные панели, покажите себя, которые сливаются вот в эту МФСУшечку, которая сейчас переполнится. И потом Ваня понял, что нужно делать еще одну МФСУшечку, и вообще-то надо все приводить в порядок, потому что вот эти вот адские запасы земли, это не то, что вообще имеет смысл держать у себя в таких ценных алмазных сундуках. Так, где вот адванс-талоев у меня жили? И здесь. Во! То есть Ваня может сделать себе еще одну иридиумовую пластинку. Но для начала нужно сделать МФСУшку. Я по глупости превратил все свои электрические контуры в продвинутые электрические контуры, и, собственно, потом обнаружил, что обыкновенных я себе сделать не могу, потому что у меня резины нет. Так, что нужно? Алюминий и Редстон есть. Так, я пару стеков сделаю. Да, 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 я сделаю себе пару стеков. Есть еще стек алюминия и Редстона, и Редстона до черта. Вместо жареного железа этот гректиф позволяет делать электрические контуры из алюминия. Если заменить Редстон в рецепте контура на серебро, то он позволяет сделать даже в два раза больше этих электрических контуров. Но медь я не экономлю, резины до черта. Серебро мне нужно. Вон эти провода. Ой, я тут запенил случайно. Вот эти провода. Так что пока что я не буду использовать этот адский рецепт. Он мне пока не выгоден. На весь уголь я перетираю вот на эту штуку. А вот этим я запенил. вот было очень смешно и весело. Кстати, оно засыхает под сундуками, под моторами. Прекрасно. То есть ничего особо плохого тут не произошло. Ее материя производится. Электрические контуры производятся. Пара стеков электрических... Ой, Редстона не хватит. Пара стеков электрических контуров. Да, я возвратился к своему любимому размерчику. Потому что у меня нету RedPower. Да даже если есть RedPower. Да даже если есть логистические трубы. Кстати, они у меня есть. И я могу себе уже делать логистическую сеть для производства всего. Но знаете, когда у тебя есть пара стеков электронных контуров, это клево. Так, что там надо было сделать? Там нужно было сделать сначала МФЕшку. К сожалению, рубинов я не накопал. Так что... Кстати, а золотого кабеля то у меня есть? Был же. Или после взрыва Крипера тут все валяется не на своих местах. Мы тут взорвали Крипера. Даже, по-моему, случайно, кажется. Но что-то золотого кабеля я не вижу, и у меня есть подозрение, что я его весь потратил. Но он все равно нужен. Теперь золотой кабель нужен. Новый рецепт индустриал крафта требует хорошего количества золотого кабеля. Резины сколько? Стоп. Так, мне нужна эмфоса ушечка. Ее придется делать из алмазов. Но с алмазами у меня более-менее нормально. Я сходил в какой-то хитрый мир, в котором алмазов много. и там немножко снизу покопал. Остался доволен. Так, эти штуки есть. И можно сделать себе эмфо эрку. К эмфо эрке нужно подключить продвинутый контур. Как я помню, они мне все равно сейчас потребуются. Сейчас я такую штуку буду делать, такую штуку. Так, продвинутый контур и какую-то машину. по-моему. Да. Куда я опять делал? У меня очень большая проблема с этими штуками. Это довольно ценный реагент. И я все время хочу хранить в каком-нибудь месте, в котором я точно знаю, что они у меня лежат. Так, это есть, это есть, это есть. Дева за малым. Много-много ляписа. И много-много-много вот этих штук. Из этих штук можно делать лопатроны. Это вообще сапфиры. Шесть лопатронов, господа. И из шести лопатронов, ну ладно, на самом деле, как делается МФСУшка, вы, наверное, сто тысяч раз видели, но вот, вот как Ваня делает МФСУшки из сапфиров. Ну, ее деть куда-нибудь, не знаю, очень хорошее место для нее здесь, чтобы она сливала все, что в нее приходит сюда. Она, кстати, как раз станет к солнечным батарейкам. Эй, вставай, красавица. С солнечными батарейками у меня все хорошо. Это прям как Эквивалент Эсченч. Ты ставишь какие-то устройства, пожирающие солнечную энергию, которые ее пожирают и делают тебе что-то из чего-то делаешь еще таких устройств. Кстати, я скоро смогу себе сделать еще одну. Это, по-моему, неплохо. Ну-ка, 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 ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О, я могу сделать еще один стек иридиума. Иридиум оказался довольно хороший материал, потому что теперь из иридиумовых пластинок можно делать много чего. Но, к сожалению, это не то, чтобы дешево. Ладно, потом пожму. В принципе, солнечные батареи мне сейчас прям не нужны, электричества у меня очень много. Я бы просто хотел, чтобы они у меня были в тот момент, когда я пойду спать, ну, чтобы на сервере происходило чего-то, чтобы электричество генерилось и ее материя материлась. Где мои провода? Алмазные, пожалуйста. Неужели я их все потерял? Да, они пали в неравном бою с взорванным крипером. Хотя, я думаю, что я тут все, что есть, нормально нашел и положил туда, куда нужно. Кстати, что бы мне... Нет, алмазы, конечно, кончаются. И прямо сейчас за алмазами я просто не хочу идти, это глупо, раз уж я начал что-то делать. Так, стекло, господа, вы видите, у меня хотя бы одно стекло. Видим. И ура, 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 у нас наконец-то есть серебро. Это значит, что у меня есть хороший, правильный способ делать стеклянные провода. Ну, то есть, алмазные. По 6 штучек за алмаз, а не по 4. Ну, мне все, хватит. Пока сюда, это сюда. Провод. Сколько там накопилось? Там должно было накопиться, кстати, уже много. Не, это же разве много? Угу. Ну, ладно. А теперь к тому, что, собственно, я хотел сделать. Хотел... Ой, рейлкрафтовские печки пустые. Дай-ка их заправлю. Черт, они так много у меня и дерева. Последнюю печку не хватило. 16 черкова. Этот уголь, с этим углем вообще, на самом деле, интересная история. Его можно перетирать в угольную пыль, а из нее делать сиселы, которые производят по 5000 ию. Но, дело в том, что сам уголь производит 4000 ию изжигать банку ради того, чтобы... По-моему, это глупо. Моя волшебная машина, если забить здесь сундук углем. Ну, в принципе, я его под торф, наверное, приготовил. Он тут все печки запустит. Глёво я придумал. Кстати, у меня тут где-то были вот эти банки. О, я понял, почему здесь уран не перетирался. Потому что он в тот момент тут уже перетирался. А эта штука просто не рисовала то, что он перетирается здесь. Можно взять вот эти метцы и вот этими метцеллами заполнить вот эти пустые канистры. Каждый метцелл производит 60 тысяч ию, если сжечь в печке, ну, в генераторе. А если заполнить им канистру, то будут те же самые 60 тысяч ию. Правда, вернут вот эту банку. По-моему, прикольно. Также ими можно заправлять вот эти движки. что-то тоже полезно. Что-то все. Эту штуку можно выключать или даже поворачивать ее, чтобы она работала вот с этой штукой. Здесь мы делаем пчелиные жородочки. Так, тут занято. Тут нам производят большие канистры. Кстати, генераторы на этих канистрах работают очень долго. Это клевые канистры, действительно клевые. Так, что у нас тут? Тут у нас куча разного всего полезного. У меня освободилась центрифуга, а центрифуги простаивать не должны. Я в них буду запихивать, честно, слямзанное резиновое дерево. Ой, тут занято. Тут занято, тут занято. Тут везде занято. Так, здесь что у нас? Здесь я вот эти банки заправляю. Ладно, ладно, пусть простаивают. Не настолько уж я и жадный. Вот. Так, что дальше? Я сделал себе МФСУшку. У меня есть МФСУшка. Но вообще-то я делать ее не хотел. Я просто обнаружил, что она мне нужна. Что я хотел? Давайте покажу. Дерево не хватило на одну печку. Дай-ка я по-быстрому сбегаю на карьер. И после вернусь с карьера с награбленным. А тут должно быть чего-то полезного. Да, есть дерево. Обсидианчик. Уранчик. В общем, много дерева мне и надо. Вот. И после того, как заправлю последнюю печку, ну, плохо, если они простаивают. Я, кстати, до сих пор их заправляю руками, потому что, если я их проавтоматизирую, мне будет очень лениво их отсюда убирать, а их здесь быть не должно. Вот. Я здесь что-то другое хотел разместить. Откуда этот камень взялся? Ладно, позже разберемся. Уголь. Сюда. Металлы тоже куда-то сюда. О, тут даже под них как раз есть место. Нет, здесь трется уголь. О, хорошо. Уголь сюда. Кстати, у меня свободное место под уголь. Угольная пыль мне потом еще потребуется. Позже. я из угольной пыли делаю солнечной батареи, но в принципе я ее использую для того, чтобы заправлять мой реактор. Реактор, кстати, работает. Так, скраб сюда. Я потратил всю ее материю. Я сделал себе парочку, даже троечку, но одну у меня сперли солнечных батареек клевых. Тиракс. Собственно, что я надел из изумрудов? Изумруды это клево. Я из них сделал вот такие штуки. Дата-чип. Это ингредиент из Гректеха. Кстати, вот это Эмеральдаст, их можно перетирать для того, чтобы делать из них. Ну, это можно делать из бокситов, это неинтересно, силикон неинтересно, можно делать бериллии, видимо. А вот бериллии используются для толстых отражающих рефлекторов. В общем, это компонент ядерного реактора, а вот это не тратящаяся. Вот это крутая штука, которая позволит сжечь уран в моем реакторе сильно эффективнее, чем то, что сейчас происходит. Кстати, можно на самом деле попробовать сделать, но только после как я напроизвожу ее материи, так, чтобы у меня ну, в общем, чтобы у меня не нужно было делать солнечных батарей. Такс. Нет, наверное, сюда пока что. Или перетереть. Ведь если его перетереть, будет еще урановая пыль, азотариумовые ячейки можно что-нибудь купить у кого-нибудь. Да, наверное, перетру. В принципе, конечно, можно использовать бридер. Я еще не считал, что выгоднее бридить уран в бридерах, либо же сжечь там торий. Говорят, торий. Ну, ладно, посмотрим. Машина работает, красиво работает. Такс. Эти штуки я сделал. И из них можно делать плеер-детектор, сэнектрон, эти штуки, эти, о, дата-орбы. Сколько мне их нужно? Ой, мне нужны дата-стораджи. Что это такое? Дата-сторадж? Ага. Ну, давайте начнем, давайте начнем делать дата-стораджи. По-моему, они делаются как-то... Ой, где, где, где вот эти дата-чипы? Вот так вот. Если я правильно понял, что рисует тот рецепт. Ух ты, смотри, сделалось. Что можно делать из них? Из них можно делать UU-материя-ассемблер. Это автокрафтинг-тейбл для UU-материи. И дата-орбы. То есть полностью нужно обложить его вот этими дата-чипами. По-моему, мне нужно два. Ой. Ладно. Нет, мы пока поэкономим эти штуки, потому что я очень не уверен в их рецепте. Они вообще дорогие, как я не знаю что. Так. Нет, не это, а из дата-орбов. Стоп! Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Если из дата-стораж-секетов можно делать только дата-орбы и вот эту фигню, то я просто сделаю из них дата-орбы. Правда, я таким образом сейчас потрачу все свои дата-чипы, но это не страшно. Знаете, почему? Они дешевые. Сами по себе дата-чипы. Ага. Сами по себе дата-чипы делаются из умрудов. Сделать себе еще что-лист стоп. Нет, по-моему, глупость. И... дай-ка я себе просто вот столько сделаю, потом посмотрим. Вот. Это дата-чипы. Вот. Теперь я могу наделать себе дата-орбов. А из дата-орбов можно делать многие интересные штуки. Во-первых, квантум-чест. Ух ты, старте машины нужны. черт черта где вы в чем бы мне сделать старте машину от меня есть маза у меня 8 штук есть надевается не в роллинг машине и не в карпетере а кстати все они залить ли мне в этот карпетер воды а действительно а почему бы не залить в него воды конечно есть маслица на дне чуть-чуть ой ё теперь надо это все как-то куда-то сложить ну ладно сейчас сложим все идет сюда так к сожалению с водой меня проблемы воду придется лить из оловянных банок ну ладно 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 и это есть это есть так она делается то красавица как ты делаешься ух это он кейсинг называется да как делается этот харденет кейсинг так делается а и сюда нужно еще налить воды вода у меня есть воды еще немножко есть ну давай 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 сейчас потратит всю воду которую я ему дал начало работать сколько 6 кстати можно посмотреть рецепт сколько воды требует а ровно пол этой самой иначе нужно еще четыре банки залить я жадный раз два три четыре давай 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 эти штуки давай эти штуки они мне уже очень нужны но одно сделал так чё из него можно делать из него можно делать рейнмейкер выключать дождь фьюжн коил не интересно лайтинг рот не интересно пока что потом будет интересно две такие штуки о мне нужны еще энерджи контроль все кит это по моему дорогая штука иридиум пластинки нужны но иридиум у меня до черта правда если я сейчас буду его использовать у меня не получится сделать к сожалению еще одну солнечную панель так что две пластинки две пластинки сейчас наружится а я специально не посмотрел сколько получается может быть сейчас получится по стеку за каждую тирак ну как как делается это красота энерджи контроль а нужно еще вот эти вот будут будет на нет не нужны нужно всего лишь пар вот этих да по 4 делается 4 патрона то есть нужно 8 баллов патронов не вопрос все стурди кейсинг готов выключаемся и вообще вот это вот безобразие которое в этой комнате навел меня очень расстраивает стены будут золото а пол покрашен желтый цвет нравится мне тоже такс две стурди машины ща будет у меня до черта лопатронов но если у меня получится сделать что лишнее дерево какое-то на притаскивал с собой деятель о вот эти штуки надо не забыть оляпись я не знаю почему я сюда положил очень я не аккуратен в девах производства не надо золото не надо провода провода это конечно полезно но не надо черти равно не хватает вместо патроны раз-два а мне все теперь хватает 8 патронов можно сделать 8 говорите значит 8 как мне нравится этот рецепт вы патроны стекаются кстати довольно часто встречающийся камень на удивление так ну чё адвансе все кита есть эти штуки есть у патроны есть делаю себе сразу много этих штук потому что в гректихе они нужны на каждом шагу четыре и еще четыре из них можно кстати сделать кстати а из них же можно сделать какую-то штуку которую можно носить на пузе надо будет проверить до этого патрон пак и я не знаю сколько сюда влезает но я знаю что тот который на мне который сейчас утаун заряжается вот в этот вот я чё его сюда поставил я живу сюда вот хотел поставить странный я очень странный вот сюда влезает полная посылом сколько влезает в тот я не знаю да и выглядит он как-то стрёмно но чё ужин реактор можно сделать нельзя сделать ужин реактор у меня еще пока пока не хватает quantum чест для таких о телепортер забыл сделать телепортер но это уже не очень проблема единственное что нужно сделать еще одну машинку но вот эти штуки у меня на нее есть пока что кстати у меня есть подозрение что мне хватит еще на одну солнечную батарею после этого все после того как я я все это сделаю но это будет уже за кадром потому что скоро нужно будет прекращать съемку полчаса и все такое что там адванси серки ты вот это и нужна еще какая-то ужасная штука которая называется телепортер который называется frequency transmitter почему телепортера 2 рецепта одинаковых бак бак однозначно бак это одинаковый рецепт трансмиттер трансмиттер чё и все халява где все мои проводочки ладно проводочков мама не было много не бывает проводочков нужно чем больше тем лучше так один такой один такой трансмиттер есть это есть это есть то есть всего можно запускать стоп 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 а чё на этом а снизу еще амаз да а вот алмаза нет как я мощно трачу амаза нужно опять идти в этот дурацкий мир копать амаза а это стрёмно потому что он прям у тебя под ногами разрушается вот там-то там можно и умереть чего бы я не хотел и так телепортер зеленые в общем все просто все я даже запомнил рецепт я конечно конечно лапать можно нажать вот эту кнопочку и он тебе все красиво нарисует и от этого потому что рэд пауэровские столики так не делали где старте машина то почему только одна hd делу а все я его сделал у меня есть эта штука у меня есть эта штука и у меня абсолютно не свободного места но эта штука собственно и призвана решить мои проблемы со свободным местом потому что это сундук а ладно лежит здесь так лежит здесь куда бы мне этот сундук установить ну раз я сказал что здесь у меня будет комната для форестри кстати я понял что мне абсолютно не нужно не нужен тот джунглевый источник воды я супер хакер я точно знаю как я буду добывать воду абсолютно халяву но только я не мургинолинесу не расскажу как я это буду делать м просто потом покажу как это получается ну чё я думаю что здесь вот у меня например будет линейка с сундуками и поэтому это будет здесь познакомьтесь квантовый сундук у него есть место куда можно класть предметы и место откуда можно предмет брать такая все скину сюда все еще и не скидывается но ладно кстати это инструменты же правда инструменты я храню здесь где мои адские запасы земли вся земля пошла квантовый сундук квантовый сундук может хранить только один тип предметов его можно их вот так вот закидывать но при этом он тебе пишет сколько их там днем только один тип предметов зато он бесконечный клёво то есть у меня может быть очень-очень квантовый сундук землей и тут может быть очень-очень много земли пока что 510 штучек и говорят он правильно работает со всякими логистик пайп сами и так далее так далее так далее так далее но пока что я его наполню вручную ну почти вручную я тут тоже немножко читер где моя обсидиановая труба вы видели стоп моя обсидиановая труба ваня ты ее вообще делал по-моему я на этом сервере ее еще ни разу не делал так что нету 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 мне обсидиановых труб и так квантовый сундук на котором можно ее поставить на него запрыгнуть и все суда скинуть чпок ой это было круто ладно давай тебе ее по одной видимо сразу много стеков он не умеет есть 2300 земли а если бы перекидать всю землю из этих сундуков и так далее и так далее знаешь сколько у меня будет свободного места землю я коплю потому что из земли делается гумус ну-ка давай чпок не получилось еще раз чпок не получилось чпок не все-таки да эта машинка так не умеет она умеет вот так есть 4000 земли вот и земли можно делать то на чем растут деревья в деревянной ферме поэтому землю я землю я хочу чтобы меня было много вот ну ладно на этой прекрасной ночи уже можно сказать друг другу пока у меня есть куда девать землю сейчас будет все красиво свободно я смогу построить себя я смогу себе построить фористрил и фирмы еще будет клево обещаю счастья радости пока